Я работаю с 2017 года, то есть уже шесть лет. Я бы сказала, что она влияет на него напрямую, потому что Руфимс, как раз моя первая работа, я попала в него сразу после того, как окончила мастературу в университете. Началось все, конечно же, с переводов, за кадр, потом сразу же заметили, что у меня все хорошо с русским языком, предложили мне быть редактором, я согласилась, потом дубляж, потом редактура под дубляж, потом мне предложили должность менеджера, и вот так вот все завертелось. И я даже заслужилась до руководителя отдела, а несколько лет назад вектор немножко сменился, и я отучилась на актрису озвучивания, и в итоге занялась вообще режиссурой дубляжа. И всего бы этого не было, если бы не Руфимс. То есть это такой первый толчок. Ну, в первую очередь, Руфимс — это возможность. Руфимс никогда ни в чем не отказывает, не останавливает, не создает каких-то преград, только дает импульс к действию. Руфимс — это люди, в первую очередь, потому что у нас просто невероятная команда из отличных переводчиков, из отличных редакторов. Менеджеры — это вообще какие-то сверхлюди. Я была в их шкуре, я понимаю, как это тяжело, но они справляются со своими обязанностями, ну, просто очень классно. И Руфимс — это дом, потому что это про безопасность, про чувство комфорта. Здесь всегда чувствуешь себя своим. Мы все фрилансеры-переводчики. И что мы представляем, когда мы слышим слово «фрилансер»? Одинокий волк, который в одиночку защищает свою территорию, добывает пропитание, зализывает раны и все такое. А Руфимс — это не про одиночество, Руфимс — это стая. Это такая настоящая стая, в которой всегда можно найти свою опору, поддержку и которую никогда не оставит и не бросит.